Хотят ли русские войны? Сегодня, в 2022 году, вообще нет никаких иных вариантов ответа на этот вопрос, кроме как «да, хотят, еще как хотят, и на самом деле хотели всегда». Поэтому этот вопрос звучит как насмешка. И, видимо, чтобы лишний раз не будоражить умы соотечественников такими неоднозначными вопросами, Роскомнадзор с недавних пор заблокировал на Ютубе знаменитую песню «Хотят ли русские войны» известного советского певца Марка Бернеса. При попытке открыть ролик на территории Российской Федерации в окне просмотра выдается сообщение «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов». То есть, вдумайтесь, Роскомнадзор заблокировал антивоенную песню 60-летней давности. Больше ада, как говорится. Странно, что заблокированным оказался именно этот конкретный ролик с песней, в то время как все остальные версии видео с тем же самым звуковым рядом остались в доступе без ограничений. Чуть позже Роскомнадзор прояснил ситуацию. По их версии, они обращались к видеохостингу с требованием удаления одного из комментариев под песни «Хотят ли русские войны», содержащего запрещенную в стране информацию. Интересная формулировка. Сегодня в России запрещенная информация – это называть войну войной и говорить слово «мир» публично. В Роскомнадзоре отметили, что в комментариях к видео был размещен измененный текст стихотворения, внесенный Минюстом России в список экстремистских материалов. О каком конкретно стихотворении идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили. Но мы, естественно, откопали этот комментарий и воспроизведем его чуть ниже. Регулятор еще в июне 2016 года якобы направил администрации YouTube требования об удалении соответствующего материала. Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации, подчеркивают в Роскомнадзоре. Однако все нормальные люди понимают, что верить российским официальным органам могут только лишь люди, откровенно упоротые или потерявшие банальное здравомыслие. Впрочем, есть ощущение, что таких в Российской Федерации большинство. Совершенно очевидно, что Роскомнадзор заблокировал видео «Хотят ли русские войны» полностью и по одной очень простой причине. Количество комментариев с так называемой запрещенной, по мнению Роскомнадзора, информации сегодня не поддается счету. Если вы пройдетесь по комментам к известным военным песням или советским фильмам про войну на YouTube, вы увидите вал сообщений украинцев, адресованных русским оккупантам и поддерживающим войну гражданам РФ. Под данным видео это видно особенно наглядно. И поэтому, чем отправлять в YouTube жалобы на десятки тысяч комментариев, Роскомнадзор решил заблокировать видео целиком. Однако на подходе и следующий, более радикальный шаг. В России хотят отключить YouTube полностью. Эту мысль уже озвучила Мария Захарова, сославшись на произвол YouTube, заблокировавшего официальный канал Госдумы Российской Федерации. Пресс-секретарь МИДа России призвала всех россиян переносить контент на внутрироссийские платформы. Так что же пишут под этим конкретным роликом такого, что вызывает скрежет зубов у чиновников Роскомнадзора? И что же это за песня такая и почему к ней приковано столько внимания? Песня на стихи Евтушенко, впервые исполненная Бернесом в 1961 году, была своеобразным осмыслением Второй мировой войны, а также ответом на вопрос, который Евтушенко часто слышал на Западе. Этот вопрос так и звучал. Хотят ли русские войны? Родившиеся у поэта строчки стали ответом. Мы не хотим и не можем хотеть войны. Не для этого освобождали мир от нацизма. Так было в начале 60-х. Правда, грамотный и образованный Евтушенко не мог не знать, что нацистская Германия и сталинский СССР были союзниками с самого первого дня Второй мировой войны и стали противниками лишь спустя два года. А до этого Советский Союз щедро снабжал Гитлера продовольствием и другими ресурсами. По сути, СССР подпитывал эту войну. Вторую мировую войну. СССР эту войну хотел. Ну да ладно. Поэт Евгений Евтушенко писал свое стихотворение как простой человек от имени перенесших ужасы и тяготы войны. И в те годы, конечно, повторения никто не хотел. Это сейчас упоротые победобесы кричат о том, что могут что-то там повторить. Вернее, они как раз сейчас и пытаются это повторить только зачем-то в Украине. Криво, коряво, бесчеловечно, наследуя нацистов в самом абсурдном смысле и превзойдя их жестокость многократно. Совсем неудивительно, что в соцсетях к так называемым святым для каждого россиянина символам, таким как песня «Хотят ли русские войны» появляется множество совершенно справедливых комментариев от украинцев, переживающих ужасы войны и зверства российских террористических войск прямо сегодня. Что хочет скрыть Роскомнадзор от зрителя из Российской Федерации? Давайте почитаем наиболее интересные комментарии, а в конце тот самый коммент, на который российский регулятор, по его словам, жаловался еще с 2016 года. Пользователь состояния материи человек написал, в каком же перевернутом мире мы оказались. Все, чему учились с детства, вывернули наизнанку. Грин Фокс. Роскомнадзор опять оподливился, запустив эффект Стрейзанд. Шикарная песня. Элина Кузнецова. Вечная память жителям Бучи. Позор армии Российской Федерации. Диа Бэйби Квинн. Роскомнадзор постоянно мне рекомендует, что надо посмотреть. То песню хорошую порекомендует, то интервью какое-то посмотреть напомнит. Топыч. Жаль. Очень жаль, что теперь эту песню не удастся слушать без мыслей. Как позволили допустить российской власти так унизить россиян и оскорбить светлую память о наших дедах? Римидал Фрок. Кто бы мог подумать, что мне будет так больно вспоминать про эту песню. Песня, написанная в память наших дедов, отстоявших нашу общую родину от немцев. 24 февраля и 4 дня кошмара в Украине. Это плевок тем поколениям, кто со слезами благодарности отцам и дедам пел ее в детстве. Плевок в память погибших вов. Потому что теперь на этот вопрос дан исчерпывающий и страшный ответ. Ольга Бобец. Наши деды сейчас в гробу переворачиваются от стыда и гнева. Как можно так обхаять русских солдат и народ, который действительно боролся всем миром со злом и фашизмом, а теперь сами русские бомбят славянские земли. Народ из-за маразма полудурка и фанатика. Я планета Земля. Это просто ужас, что происходит в России. Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда. Мария. Мордорнадзор плохого не посоветует. Умничка какая этот Мордорнадзор. Антон Столяров. Спросите у украинцев, хотят ли русские войны. Скала 1977. Верно, я понимаю, что это замечательное видео недоступно к просмотру только в антиутопичных странах, где напрочь отсутствует демократия и наблюдается за силе диктатуры и процветает фашизм. Сам 58, сам 58. Следующим на очереди солнечный круг. Враги сожгли родную хату. Безумие какое-то. И мы в нем живем. Анна Никешина. Мурашки по коже от песни. До костей пробирает обида, безысходность и бессилие от происходящего. Михаил Забалуев. Прекрасно. Послал ссылку зомбированной родственницы, которая любит Бернеса. Когнитивный диссонанс нужно расширять и углублять. Юрий Апанасенко. Запрещенная на России песня. Значит, нужно послушать. Хольга Айси Кью. Спасибо, Роскомпозор. Благодаря тебе узнала о такой прекрасной песне. Слава Украине! Апологет пофигизма. В свете происходящего эта песня приобрела совершенно иной смысл. Алекс Бонд. Жил, работал, растил детей. Внезапно пришли освободители и освободили меня от работы, от жилья, в любимом городе, от тишины и мира. Вместо этого прятались от бомбежек и обстрелов в подвале всей семьей. Потом вообще пришлось уехать в другой город. Но и сюда периодически летят ракеты и горят заводы и нефтебазы. В общем, осталось освободить нас от жизни. От остального уже освободили. Эта песня в данной ситуации просто кощунство для многих миллионов украинских людей. И от ненависти к тем, кто разрушил жизнь обычных людей, уже никто не освободит нас. Дмитрий Кочуренко. Под эту песню нужно фотки из Буча, Ирпеня, Бородянки, Гастомеля и Мариуполя крутить. Мария. Так же, как и в 41-м. Ночью, без объявления войны. Сергей Твери. Цензурировать классику – это вообще что и как. Я даже не поверил, когда новость прочитал, попросил родственников в России проверить вначале. Это без иронии, смеха и всякой фальши уровень Северной Кореи, Ирана и прочих прекрасных государств. Дальше начнем писателей запрещать и книги жечь с неугодной философией. Сергей, по-моему, отстал от жизни. Писатели в России запрещают и книги уже сжигают. Это все уже реальность. Иван Костин. Хотят ли русские войны? Роскомнадзор ответил утвердительно. Ксан Ксан. Хорошо, что мой дед не дожил до этого дня. Россия обезумела, как и ее народ. Мождь Адыр. Крик Александра Галича из 1968 года к потомкам соотечественникам в 2022 год. Граждане, отечество в опасности. Наши танки на чужой земле. Верчин В. Убедились, что хотят. Смотрите кадры Буччи, Бородянки, Мариуполя. Очень характерный комментарий от Бенни Егорова. Странно, сейчас даже как-то стыдно слушать эту песню. После военных мемуаров, зачитанных Невзоровым, после Буччи, Мариуполя, Краматорска. Так было всегда? Там, где находились российские и советские солдаты, похоже, везде была Буча. Везде было насилие, зверство, издевательство. Теперь я понимаю прибалтов, которые уничтожали памятники советским солдатам. Ива неплакучая. Боже, как же стыдно перед нашими предками. Память о них осквернена этой бойней на Украине. Украина, прошу, выживи. Боже, дай разуму нашим правителям прекратить эту преступную войну. Тоже достаточно характерный комментарий от Викинга энд Сталкера. После мемуаров солдата-связиста Рабичева «Война все спишет» уже и эта песня под большим вопросом о чести русских воинов. Похоже, их ген перешел в нынешнее поколение с еще большей остервенелой мутацией. Сейчас расистская интервенция уже не кажется необъяснимым явлением. Эта нация просто не способна ничего строить ради мира. У них генетически разрушительная энергия. Это генетические уроды в большинстве своем. За редким исключением тех, кто, рискуя своей жизнью и здоровьем, находит в себе мужество высказаться против этого неоправданного преступного кровопролития. За исключением тех, кто тихо плачет, беспомощно в своей квартире или уезжает из страны, чтобы не быть причастным к этому безумству и вакханалии. Владимир Гоман. Больно слушать эти слова. Всю жизнь эти слова были символом, что мы на стороне света и правды. И вот как все обернулось. Андрей Сапунов. Хотят, очень хотят, судя по соцопросам. Где же еще можно безнаказанно насиловать, убивать, грабить, красть? Зарина Филдер. Это нужно спросить у афганцев, украинцев, грузин, чеченцев. Многоточие. Вадим Портной. Вечная память Бернесу и Евтушенко. Сегодня это звучит как исквернение их памяти. Слава Украине. Тоже характерный комментарий от Эдуарда Каркотяна. Советовали спросить у сынов? Ну что же, спросили. И сыны ответили. Правда, ответ оказался неожиданным. Хотят войны. Хотят насиловать и убивать. А награбленное желают отправлять по почте. Такие вот сыны оказались. Шариковы. А песня эта им вовсе и не нужна. Они ее запретили, что логично. Самое время вечный огонь погасить. Ждемс. Хороший комментарий от Алины Кутиковой. Спасибо, Роскомнадзор. Песня до слез и мурашек. Умели же раньше писать песни. Наверное, потому что пережили. И за эти слова, можем повторить, могли вилами заколоть. Да-да-да. Настя Боднар. Даже не представляла, как на самом деле русские хотят войну. Им только и надо причинить кому-то боль и разруху. Смерть за русскими ходит по пятам. Дмитрий Но. Пока есть, можем повторить. Ответ на эту песню. Да-хотят. Ирена Би повторяет. Да-хотят. Я никогда не знала, что я доживу до такого ответа и позора. Елена Ярощук. Песня до слез. Что стало с нами? Почему так случилось? Почему так? Юрий Литвинов. Понадобилось 70 лет, чтобы получить ответ. Да-хотят. Родина-мать. Русские воюют с украинцами. Марк. Да? А против кого? Show your brain. Да, хотим и еще как. Сужу по своему окружению. Я в меньшинстве. Андрей Юрьевич. Ответ на вопрос получен. Что вам еще надо? Пол Сторм. Без цензуры и не узнал бы про эту песню. А теперь молодцы про путинские крысы. Я скачиваю еще одну хорошую песню. Людмила Локаченко. Эта песня потеряла весь смысл. Русские фашисты напали на Украину. Горе, смерть, голод. Вот на что они способны. Лансер 44-71. Блин, это какой-то пипец. Кто бы мог подумать, что Россия пойдет по пути к гитлеровской Германии. Нет слов. Странный чудик пофантазировал на тему переделки этой песни под реалии сегодняшнего дня. Хотят ли русские пип? Спросите тех, кто пип. И вы тогда понять должны, хотят ли русские пип специальную военную операцию под деноцификацией. Пип. Антон Лаза. Очень характерный комментарий. Очередной характерный комментарий. Хотят ли русские спецоперации? Спросили мы у тишины. И тут ответила она. Там, где русские, там всегда точечные спецоперации по детсадам, роддомам и жилым кварталам. Крушард пишет. Заняло какое-то время, но хорошо, что вопрос в итоге закрыт и всем в мире ясно. Хотят. Николай Вишняков. Цука, бред же, всю жизнь и детство прошло под девизом «Миру, мир, нет войне», а сейчас за то, что скажешь «нет войне», могут и посадить. Газу пишет. Очень тоже такой комментарий в духе времени. Вы зачем такие вопросы, гражданин начальник, спрашиваете? Во-первых, не войны, а спецоперации. Во-вторых, конечно, поддерживают, чтобы не поручить российскую армию с риском попасть в тюрьму на 15 лет. Как мы видим, в основном комментарии на русском языке. Но есть и украиноязычные комментарии. Дима Блек пишет. Петр Шуневич пишет хороший комментарий, после которого мы пойдем дальше. Учитывая, что после развала СССР Россия воюет уже девятый раз, в то время как фашистская в кавычках Украина ни разу, то ответ более чем очевиден. А теперь тот самый коммент, на который Роскомнадзор, по его словам, пожаловался Ютубу с требованием удалить его под видео. Это переделка стихотворения «Хотят ли русские войны», которую 14 апреля 2016 года Минюст РФ включил в список экстремистских материалов на основании решения заводского райсуда города Грозный от 22 декабря 2015 года. Стоит заметить, что этой переделке на самом деле уже 14 лет, и впервые она появилась в сети в 2008 году. Читаем. «Хотят ли русские войны? Не спрашивай у тишины, не спрашивай у тех солдат в мемориалах, что лежат. Спроси у цинковых гробов, в которых молодых сынов с земель соседских привозили, старухам, чтоб те слезы лили. Спроси у бравых тех ребят в Кремле, которые сидят, к погонам звезды пришивая, дубиной мирною махая. Спроси у Польши и Литвы, им о России снятся сны? У пражской ты спроси весны, хотят ли русские войны? Спроси у венгров, как когда-то на танках русские солдаты по Будапешту рассекали, в угорцев к миру приучали. Тебе ответит старый финн, проживший много, досидин, как мирно русские войска рвались сквозь зиму и снега. Спроси, что Украине братской, заверенной в любви славянской, из сцепких рук большого брата, зачем защит искать у НАТО? Спроси всех западных славян, как к миру их учил Иван. Миролюбив солдат Иван, бомбил Кабул, Афганистан, в их кишлаки и города не мир пришел, пришла беда. Спроси у вдов, детей Чечни, хотят ли русские войны? Кто такой русский миротворец, тебе ответит всякий горец. Грузин, улыбчивый всегда, сквозь слезы просто промолчит. От миролюбия соседа сейчас его земля горит. Напомню, это стих 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию. Хотят ли русские войны? И от Китая до Литвы найдется ли хоть один сосед, который твердо скажет «нет»? Хотят ли русские войны? Риторический вопрос. Войну-то они хотят, но вот слово этого «война» боятся как черт Ладана. Мало того, за него можно получить штраф или даже сесть в тюрьму, потому что слово «война» в России, как вы знаете, теперь запрещено. Официальная российская пропаганда еще с советских времен твердит о том, что русские никогда ни на кого не нападают и войн не начинают. Но поэтому и войной называть сегодняшнее вторжение России в Украину стесняются спецоперация. Смешная попытка не называть вещи своими именами, так же, как и наказывать за употребление слова «мир». Война и мир. Как же теперь публично произнести название знаменитого романа-эпопеи Льва Толстого, кстати, уже многократно внесенного Роскомнадзором в список экстремистов? Война и мир по-новому спецоперация и… что, не спецоперация? Примечательно, что Евгений Евтушенко самоиронично упоминал песню, чьи слова везде слышны «котятки грустные больны». Это как раз про сегодняшних русских. Хотят ли русские войны «котятки грустные больны»? Редактор субтитров А.Семкин